Я обещал просто, так как мне оказалось трудно вот так рассказывать сходу про Хасидей Ашкинас, и показалось проще просто зачитывать некоторые отрывки, проще делать это по книгам, чем просто пытаться построить связанный рассказ. Значит, я сейчас зачитаю одну историю, а собравшись предлагаю подумать, откуда она взята. История про одного человека, еврея, который пас коров и не умел молиться. И каждый день он говорил, Рябойный Шар-Оэлом, владыка мира, вот тебе известно, что если бы у тебя были коровы, чтобы дать мне их пасти, я бы всех коров, которые пасу за оплату, тебе бы пас бесплатно. Я люблю тебя. Однажды один мудрее, один образованный мудрый человек в Талмуде проходил мимо и нашел того пастуха, который молился таким способом. И сказал ему, дурак, зачем ты так молишься? Спросил его пастух, а как же мне молиться? Немедленно научил его мудрец порядку благословения, читать, как читать шма и молитвы, 18 благословений, чтобы он не говорил больше то, что он привычно говорил. И после того, как ушел тот мудрец, забыл, пастух, все, чему его научили. С тем, чтобы он больше не молился так, как молился прежде. И по этому поводу он не молился наученных ему молитв, потому что он их не помнил, и не молился прежними молитвами, потому что мудрец велел ему не молиться. Однажды ночью явились к тому мудреце видения и сказали, чтобы он пошел к тому пастуху, потому как знай, сказали мудрецу, что ты украл у меня одного из этого мира. Немедленно пошел к тому пастуху и сказал ему, и пастух ему сказал, что я забыл все, чему ты меня научил, а ты мне берешь не читать то, что я говорил о скоте. Сказал ему мудрец, так и так, случилось со мной во сне. На этом история кончается. Вот вопрос к собравшимся. Что я зачитываю? Вообще, такую историю мы знаем из книги Шевхейбэшт, хотя она менее острая на самом деле, про пастуха, который пришел в синагогу в Йом-Кипу, а так как он молиться не умел, то он начал просто от радости орать, что-то в таком стиле, и Бест объяснил, что эта искренняя молитва пробила многие миры. Но вот история, которую я сейчас рассказал, это Сэфер Хасидин. Тут надо знать следующее, что Сэфер Хасидин есть два издания. Издание Болоньи и издание… Я вечно путаю. Значит, одно короткое, одно длинное. Значит, в коротком этой истории нет, это в длинном издании. Но история – показатель, потому что вообще… Мейер, извиня, я не поняла, какая книжка? Значит, Сэфер Хасидин, которую я в данный момент зачитываю, она существует в двух вариантах, сильно расходящихся друг с другом. Точнее, одна длинная вариант, а один короткий. Короткий, по-моему, Болонья, а длинный… Я забыл, какое издание, но и не важно. Это в длинное издание сегодня достать некоторая проблема, хотя в интернете, если знать его, можно скачать длинное издание. Но вообще в печатном виде короткое есть издание, которое основным считается. И Маргулис выпустил, когда он опирался на короткое издание. Хотя такого сорта смачную историю Маргулис сам лично поместил просто в примечание. Но вот чем она ценна? Вот на что надо обращать внимание? Как бы Раби Удага Хассид рассказывает эту историю про пастуха, который молился. А действительно чудесная история. Владыка Лира, я так тебя люблю, что если бы у тебя были коровы, и ты мне дал их пасти, то всем бы я пас за деньги, а тебе бы пас бесплатно. Так я вот тебя люблю. Простота, конечно, запредельная. Но в этой истории есть еще одна сторона, которой нет в рассказах о бешке. Обратите внимание, здесь есть отрицательный персонаж. Тот, кто отучил вот этого простака, пастуха, читать его молитву замечательную. Мотивирует чем-то высоким. Я прошу обращать внимание. Мотивирует чем-то высоким. Он же не просто сказал, а не молись так, просто так, прекрати, лучше вообще молчить, чем такое говорить. Нет. Он его научил молитве, крияджма, седрбрахот, все прочее. Вообще-то в одно занятие это научить нельзя. Ну, а так как ты молился не молись, молись вот так. И в результате тот забыл и то, и прежнего места. Вот эта тема, вот эта тема, книги Иудыга Хасида, появляется неоднократно. Как бы противопоставление искренней простоты и учености. А тут надо понимать одну вещь, что вообще период, в котором жил Раби Иудах Хасида, это, ну давайте географически, Грегенсбург, его главное место, где он жил, это юг Германии. Куда ближе к Иудах Хасида. В то самое время, когда Запад Германии, Реймс, вот эта территория, Туа, Прованс, вот туда. Это рассвет асофистов. Это рассвет вот этой талмудической учености. И в это время, как раз в это время, появляется мощный центр, вот тот самый Рейгенсбург, где идет регулярное противопоставление учености простоте. Причем во главе ее стоит Раби Иудах Хасид, это человек с родословной, совершенно исключительно красивой, то есть Талмид Хахам, сын Талмид Хахама, внук, правнук, праправнук, шесть поколений клонимусов, потом еще три, десять поколений раввинов. Чтобы было понятно, с чем мы имеем в виду, десять поколений крупных раввинов. И вот он встает во главе этого. И, собственно говоря, вот если переводить то, что происходит с языка ученого на простую вещь, то Иудах Хасид вдруг начинает играть не в ученую веру, а в простую веру. Вот это возвращение к истокам, не в смысле к первоначальному варианту Талмидическому, а к душе простого народа и к обычаям простого народа, это то, чем характерно это учение. Собственно говоря, здесь я хочу оговориться. Я несколько раз упомянул термин Хасидеяшкинас, германские Хасидеяшкинас. Они так себя не называли. Обычно говорили либо раби Иудаха Хасид, либо Ашкинас. Хасидеяшкинас их стали называть в XIX веке, потому что тогдашние ученые, среди тогдашних ученых братьев, хватало людей с хорошим образованием, которые поняли, что на самом деле революция Бешта, раби Исраэра Балшемтова, она очень параллельна революции, которая происходила во времена раби Иудаха Хасидея. С теми же номерами неученые люди имеют право служить Всевышнему. У них есть такая возможность. Причем в некоторых местах для тех, кто более-менее знает Хасидеяшкинас, вдруг понимает, что Бешт знает эту линию, и думаю, что он просто читал кое-какие книги по этому поводу. Сразу скажу, что не все до нас дошло из произведения раби Иудаха Хасидея. Например, главная его книга «Сефер Хакавод», она до нас не дошла, а мы знаем отрывки под цитатами его противников из этой книги. Впрочем, есть книга одного из его учеников, в которой кое-что можно найти по этому поводу. Так вот, по поводу противопоставлений, я хочу зачитать еще одну историю. Мейер, а книга все-таки называлась «Сефер Хасидин», то есть это термин... «Сефер Хасидин» – книга хасидов, книга праведных. Но их так не называли, тем не менее, да? Да, как движения, они не были оформлены в хасидское движение. Они вообще не были оформлены как движения. Вот здесь есть тонкость. И разница выглядит следующим образом. В истории с Бэштом есть идея по поводу Кшефутса Майнасеха Хуца. Я не буду сейчас рассказывать эту сторону темы. Когда твои источники выйдут, пробьются наружу, это отдельная история, связанная с предшествующим некоторым тайным орденом ламот-вапников. Это название ордена в данном случае, а не 36 праведников. Другая история. И это попытка перевести в народное движение, элитарное совершенно движение, перевести в народный вариант. Это то, что было у Бэштом. А у иуды хасидов этого не было. Это было ровно обратное движение, когда раб с высоты своей эталонетической учености спускается к народу и поднимает его, не пытаясь сломать при этом народ со всем, что у народа есть. Вот то, что народ хочет, то и есть. При этом вот эта фраза, которую из Талмуда Рахмона Либа Баи милостиво и требует сердца, она, например, у хасидов, это фраза, которую чаще всего встречается у Раби Нахмана из Братсула. Раби Нахмана Либа Баи регулярно цитирует, регулярно повторяет Рахмона Либа Баи. Когда он говорит о неправильных молитвах, он всегда говорит при этом, что значит правильное, что значит неправильное. Вопрос о сердце. Но при этом, вот давайте я еще одну историю расскажу, и она в данном случае показывает, с кем мы имеем дело, и вот направленность мышления. Просто вот это, вот поймите, чем трудно говорить о Раби Вудеха Хасиде. У него книжка очень толстая, и там существуют совершенно разноплавные высказывания. Там много баек, там много майс, и как бы строить, когда читаешь любого человека, который пытается на них построить стройное учение, очень хочется возразить. Причем я не понимаю, что если я начну это делать, со всеми, кто в теме, произойдет то же самое, потому что как бы на таком внутренне противоречивом материале можно много чего выстроить, попробовать. Я там, в общем, считаю, что этому движению последовательность только вредит попытка последовательно его описать. Вот это все равно, что пытаться последовательно определить народные чаяния и народные представления о мире. Там последовательности нет и быть не может. А, по причине того, что это народ, Б, потому что это много разных людей, у каждого из которых свои какие-то представления. И все вместе сложить, это довольно сложное дело. Но при этом можно показать вот, как бы это сказать, направленность, куда он движется. История про одного хасида. Да, надо сказать, что рабе Игудаха Хасид регулярно говорит слово хасид. Он любит употреблять слово хасид, но это не партийный ярлык. У хасидов это как-то с самого начала было более-менее партийное движение, ну, партийное в политическом смысле. Ну, например, хасиды там, где им удавалось захватить власть, хасиды бештовские, естественно, я говорю. Когда я просто говорю хасиды, я имею в виду бештовское движение, то есть конец 18 века. Ну, начало движения, конец 18 века. После смерти бештов. Вот я где-то туда вот отправляюсь. Я как бы считаю, что хасидизм начался после смерти бештов. То, например, когда хасиды где-то захватывали, приходили к власти, они там упраздняли центральную вещь. в хасидских общинах не было налога на мясо. И согласитесь, что это совершенно политическое действие. А мясной сбор, вот этот косвенный налог на мясо, всегда был очень важным источником дохода общины. И понятно, что когда речь заходит о выборах, то вот это снятие вот этого сбора мясного, это, в общем, политические игры пошли уже. Так вот, у ягуды хасида этого не было. Когда он говорит хасид, он его понимает в буквальном смысле. И вот здесь я хочу оговорить. Слово хасид, оно регулярно появляется в истории. Дело в том, что и было еще ведь одно хасидское движение еще во время Талмуда. И хасидим ришумим это термин, который есть в Талмуде. Правда, нам трудно понять, что это, но в Талмуде, опять, с кучей оговорок, я не буду входить в полный анализ. Но когда хасиды говорит о Талмуде, употребляет слово хасид, он имеет в виду человека более преданного, чем принято, более чем положенного. Хасид, вот вы учтите, что слово хасид, это скорее покровительство. А хасид это преданный сюзерену безграничный. Это вот такое вот. Хасид, оно вот такое. Поэтому, когда говорится слово хасид, раби и гуда за хасид, произносит это слово, то он обозначает именно вот это явление Талмуда. Обратите внимание, что в Талмуд не может не говорить цадик шоте, вот термин. Не цадик, сумасшедший цадик, нет такой вещи. А вот хасид шоте, это может быть. Вот сумасшедший хасид, такое есть Талмуде. Причем, пример, когда человек отказывается спасать женщину из воды, это по причине того, что женщину трогать нельзя. Вот это описание, что такое хасид шоте. Это талмудическое. Я замечу, это описание Талмуда, это не миснаги, это талмуд. Но про цадик, вот это слово сказать нельзя. Цадик не может быть шоте, он не может быть сумасшедшим, он не может быть безумным. О, извините, вот слово шоте лучше переводить безумным. Вопрос можно? Да. Я вот не понял такую, что когда ты говоришь хасид, это тот, кто всецело предан Сюзерену, ты сказал. Речь идет про Сюзерену, это что, это хозяин? Например, в цалмах Эйн Хасид Баара произносит царь, имея в виду нет преданных в стране. Вот имея в виду не праведников, а именно всецело преданных. преданных безлистий. Вот хасид это вот это. Хасид это преданный Богу человек. Вот Богу, но все-таки Богу, а не Рэбе. Нет, 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 только Богу. И когда говорится про хасида, учитывайте, что это смещение термина. И в хасидезме Бэшта хасид это не преданный Рэбе, это не сторонник такого-то Рэбе. Это потом появилось вот это хасидей Бэльц, это хасиды из двора Бэльза. Это не преданные рабе Исраилю из Бэльза, а хасиды при дворе, и замечу, все рабоним из всех дворов хасидских, они учили преданности Всевышнего, а не преданности себе. разумеется, дальше начинаются все эти игрища, чей Рэбе больше праведник, и кто больше чудотворец. Но вы учитывайте, что мы имеем дело с периодом, когда чудотворцев хватало, и, например, один из самых знаменитых Рэбе, уж не помню, как его зовут, Хаят, которого снимали с должности трижды, по-моему, за то, что он абсолютно необразованный, Хаят, это прозвище, портной, это не фамилия, он был учеником портного, он начинал с этого. Другой разговор, что он самоучкой, все-таки лист Алмуда он прочесть мог, самоучкой практически, он по сравнению со всеми рабоним хасидскими был неучен, неуч тогдашней, лист Алмуда этот неуч прочесть мог. Но он был неуч. Вот трижды снимали, хасиды же снимали трижды, и каждый раз вокруг него опять собирались хасиды. Он был просто настоящим чудотворчиком, без дураков. Но это другая тема, но слово хасид, вообще первоначально, бешновские хасиды, хасиды всех дворов, первоначально они учатся преданности всевышнего. И когда употребляется в исходном смысле слова хасид, это сегодня хасидей вижниц, хасидей гур, акцент скорее на двор, а не на преданности всевышнему. Но при этом, там, скажем, я знаком с там, ну и ты, наверное, там знаком с аролой, зебрами. Все знают, о чем я говорю, да? хасидей арола. Зебры это полосатые халаты в Иерусалиме. Зебры это не я придумал, их называют зебрами весь Иерусалим, включая харидибную часть. Это хасидей арола. Вот. Полосатые халаты. Да, чтобы было понятно, полосатые халаты у них, они голыми и боссами вышли землю в Израиле и купили самую дешевую ткань, которую, я не помню, для чего это привезли, техническую ткань для палаты, кажется, привезли. И, чтобы одеться, они купили эту ткань, они самую дешевую ткань купили, какие нашли, это была полосатая ткань, и пошли из них халаты. Вот, они до сих пор ходят в этих халатах полосатых. Подожди, это Толдос Арон, это Толдос Арон, это Толдос Арон, да, это они, Арон, а ты знаешь, как Толдос Арон, я тоже их называть, ну, как принято в Мэшаре. Вот, значит, но, поговорите с любым Арле, он хасид не столько ребе, сколько Бога, они, ребята, в этом отношении простые и серьезные, они очень серьезные. Я там как-то был на меропри... Какой же... А, на... Чего же праздник был? Я забыл, где танцевать положено, то есть, это... Ну, Суккот, естественно. Симхат Тура, наверное, была, нет? Нет, нет, не Симхат Тура, потому что они танцевали и играл в оркестр, значит, это был Кольга Моя. Вот, и надо приступ полюбоваться на все это мероприятие, они там танцевали, знаете, как серьезно они танцуют, с полной самоотдачей, очень серьезное мероприятие. Вот, но они немножко венгерские все-таки, эти аралы, ну, соответственно, очень серьезные люди. Вот, но они преданы Богу, вот, несомненно, причем, а я знаком там с несколькими ребятами довольно простыми. Поэтому хасид, когда употребляю слово хасид, я не имею в виду преданный, какому-то ребе, как раз преданный Богу, я имею в виду именно это значение. Вот, и когда рабе хасид употребляет слово один хасид, он имеет в виду именно это. Он имеет в виду не просто праведный человек, который выполняет тору и митвы, а человек, который выполняет сверх требования. Так вот, дайте, я зачитаю историю, и вы поймете тогда с чем сталкиваемся. История про одного хасида, который всегда носил тфелин, и когда он обнаружил у себя вошли в лоху, он не хотел притрагиваться к телу, а вначале снимал тфелин, потом отлавливал животное, после этого он мыл руки, а после этого опять накладывал тфелин. Вот описание праведности. Кто хочет чем-нибудь сравнить, рекомендую мемуары Рукомский, по-моему, да, тот, кто, ювелир, который создал Тиару Сартосфену, вот эту подделку знаменитую действию, его мемуары сохранились, почитайте, получите удовольствие о нравах синагоги. Значит, когда он шел к старейшим, то есть главам общины, он не кланялся им, говоря, как я буду кланяться, когда нам нет филин. И говорил, что как я буду, как я могу встречаться своей женой и как я могу говорить с ней, когда имя небес на мне. И сказали другие, вот теперь, вот в чем острый рассказ, сказали другие, после того, как они увидели, что требует, что для того, чтобы накладывать филин, следует столь глубокая аскетизм, то мы не можем такое себе позволить и не будем накладывать филин. Значит, сказали тому праведнику, вот ты лишил этих людей заповеди из-за своей праведности. Но тарабить не дана ангелам служения. И еще добавили, если ты хочешь такой аскетизм, то не следует тебе демонстрировать это другим. Я здесь останавливаю рассказ. Вот смотрите, что касается людей, которые считают, что не накладывали тфилин практически в жизни, об этом есть упоминание в тасопоте. Я для тех, кто забыл, напоминаю, что тасопот это коллективный труд, это не один человек, это коллективный труд. Есть упоминание об этом в тасопоте, о простых людях, которые в жизни не накладывали тфилин, утверждают, что тфилин требует такой чистоты тела, имеется в виду чистоту в обоих сфильтах, и физической чистоты, и очищения в тфилин, что нам это недостижимо, и считали, что если они будут накладывать тфилин, то они оскорбят высокую заповедь, и это будет не митцва, а поношение митцвы. и количество людей, которые отказывались накладывать тфилин, было заметное движение. Вот это праведность, перебор по праведности, когда в силу праведности я не делаю, это явление было в те времена, и об этом есть, например, послание Робби Мейра из Ротенбурга о том, что это все не дана таралам лахэгэшарэ, тара не дана ангелам небесным, по этому поводу, вот, когда там читаешь некоторые сепардские галахат, по поводу чистоты тела для молитвы, у мусульман научились, стопроцентно, то каждый раз хочется процитировать это высказывание лонитна таралам лахэгэшарэ, но я хочу еще раз обратить внимание, вот Робби Ягудуга Хасида больше волнует, как отразится праведное поведение на народе, вот это сверхправедное поведение одного Хасида, он употребляет слово Хасида, этого Хасида, ты лишил митвы многих, а это плохо, и если ты это делаешь, то да, есть правило, оно не только у Хасидов, оно идет на самом деле, это идет от Робби Ягудуга Хасида, но оно принято во всех течениях иудаизма и регулярно, ну как одна из рекомендаций, и у Бешта, кстати, это и было, есть, извините, было, значит, по поводу того, что человеку следует выбрать одну митву и выполнять ее сверх, ну вот, запредельным образом, по самым вот этим вот всем мнениям, какие только есть. Он, кстати, рекомендовал митву цицид, ну вот, там не так много галахи, и, а почему, по-вашему, именно Хасиды так помешаны на теме Тхэлес? Это именно вот эта рекомендация Бешта, выбрать одну митву, чтобы выполнять ее соотечательностью, ну и так далее. И в результате вот первый предложенный Тхэлэд нового времени, там есть Хасиды, которые носят, хотя, в общем, по мне так очевидно, что это не Тхэлэд, вот, тот краситель, которым они пользуются. Я не имею в виду тех, кто потом, второй Тхэлэд, который найден, сегодняшний Тхэлэд, я практически убежден, что это он-он, что это тот самый Тхэлэд, вот, нынешний. Но первый вариант, это был вариаций на тему Сепии. Ну, для тех, кто художники знают, о чем я говорю, там при некоторых химических процессах ее можно сделать голубой. Она обычно коричневый, коричневый акварель, я бы так обозначил. Вот. Да. Но почему именно Хасиды на этом? Вот Хасиды, а за ними сионисты, вот еще, вот есть еще, там два типа, когда вы видите вот людей, которые ходят в ци-ци Тхэлэд, то это либо Хасиды в некоторых направлениях, либо сионисты, религиозные сионисты. Но вот по поводу Тхэлэда, но вот это волнение, как к этому отнесется народ. Более того, я хочу заметить следующее. Вообще, сам Раби Игудаха Хасид, теоретически, по крайней мере, был против, вот теперь начинается некоторое довольно любопытный момент. Чем еще сильно перекликаются эти два Хасидизма? Раби Игудаха Хасид довольно много говорит про чертей и амулетов. Черти, амулетов, мазикем, ведьмы и прочие подобные вещи. То есть, вот, это сторона мира. У него в книге по этому поводу много разных историй. Вообще, строго говоря, сам он против амулетов и утверждает, что правильная молитва Богу важнее амулетов. Она работает лучше амулетов, он был резко против. Он был против амулетов, против заклинаний, много раз писал. Он, например, одна из самых знаменитых историй в книге Хасидизм. Вот насколько против, что как-то его ученики шли ночью по лесу и навстречу им встретился кто-то из неупоминаемых существ. Они прочли нужный эшемот. Когда вы читаете, что нужные имена, то вы понимаете, что какие-то заклинания. И когда они пришли к Ягудеху Хасиду, он сказал, что за это они унаследуют Гехино. И единственное исправление к этому это еще раз пройти по тому же лесу, только теперь с молитвой, что ученики и сделали и все погибли. Рассказ из Цепер Хасид. Что с ними произошло слегка? не услышал. Что с ними произошло? Ученики второй раз ночью пошли по тому же лесу и все погибли. Господи. Он резко против. Но его ученик Рабель Зар из Вормса автор одной из самых известных книг по всевозможным заклинаниям, в смысле по именам, по это самое. И сам Раби Ягуда Хасид он значит про него рассказывает следующее, что его отец Раби Шмуэль, Хасид тоже кстати, оставил ему целый ящик текстов, имен. Вот когда вы видите имена, еще раз, вот когда вы видите имена, это заклинания письменные или устные. Обычно это имена ангелов вариации на тему имен Всевышнего или вариации на тему имен кого не надо. Ну, давайте какой-нибудь комментарий от Ягуда Хасида. Как известно, в молитве Шмуне Эсре нету в основном тексте в 18 благословениях, ну, в 19 на самом деле, нету ни одного слова кончающегося на П. На букву Ф. Кроме молитвы Мусав. В молитве Мусав, так как само название Мусав, и так как в молитве упоминается Мусав, такого-то я, то там Фэй автоматически появляется финальный, да, а поэтому там можно подряд, там уже за этим не следят, но это правда, в молитве нету ни одного слова, которое кончается в будничной молитве Шмуна Эсре, почему, пишет Раби Худага Хасида, потому что имена ангелов гнева, Малахай Хабала, ангелов гнев, регулярно кончаются на Пэй, Софит, например, Афрешев, Кэцев, я не могу сейчас вспомнить остальные имена, но вы все догадываетесь, какого круга эти имена, вот, то есть он не чувств абсолютно этому был, еще раз, его отец Шмуль Хасида, Камии писал и давал. Иудах Хасида был против. Хотя в книге мы можем найти случай, когда он говорит, что это невозможно исправить, разве что написать хорошую Камею в открытом тексте. В те времена особенно немцы как бы не видели в том противоречия. То есть Камею писать нельзя, но бывает, что как бы ну как Равка Целенбоген. Я не верю ни в каких чертей и ведьм, что не мешает ему описывать, как он нашел таки ведьму, из-за которой гибли дети, и доказал, что это из-за нее, и в общем ведьма плохо кончила. Он делает это с интервала в несколько страниц это все пишет в дневниках. это мемуары, они к концу жизни пишут. Они не видят в этом противоречий. И Раби Гудага Хаси тоже не видят. Но я хочу еще раз подчеркнуть одну вещь. Вот Хасидей Ашкинас и Раби Гудага Хаси это народ. Вот народ точно так же он одновременно может считать, что как-то нельзя это делать. Для народа это вот мне очень трудно объяснять, это обычно не говорят публично, что я сейчас делаю, но вообще-то Хасидей Ашкинас без этого просто становится непонятным. Вот рассказы о чертях у Раби Да, так вот я кончу историю с которой начал. Так вот его отец Раби Шму Иль Хасид оставил Раби Гудага Хасиду целый ящик целый ящик с кунтеросем кунтерос это брошюрами это принятое слово и например вот то сапот когда пишут кунтерос написано имеется ввиду Раши это брошюра значит Раши распространялся в виде брошюров таких комментарий к Талмуду Раши распространялся в виде брошюры отсюда термин кунтерос который тогда бы очень принят и там кунтеросахарон во многих книгах иногда бывает вот глава который называется кунтеросахарон последняя брошюра это принятый термин значит обнаружил много брошюр переисполненных тайн тайн и святостей и он предупредил свою жену чтобы она не приближалась к этому сундуку когда она нечиста вот это понятно для всех и однажды она забылась и прикоснулась к нему из-за этого рабей ушел из Фреи в Ригенсбург и там уставил себе синагогу в святости и чистоте и там к нему собирались стада чтобы получить у него урок ну и так далее то есть сам он по наследству кстати род клагимусов тоже в эти игры играли то есть они тоже это умели все сам югудак утверждал что этого нельзя более того он утверждал следующее что черт не прикасается и не вредит человеку человек сам на него задирает как задирает черта тем что пытаются его заклясть или прочесть на него наговор или ну и так далее то есть проходи мимо ежели ты в танке то черт тебя не увидит не задирай его не трожь его но одновременно там рецепты ореховое дерево с девятью листиками не буду сейчас приводить весь текст который помогает как защита это я я не могу не процитировать рамбе элизар из вормса когда начинает комментировать и не только он кто-то из поклонников бэшта когда начинает комментировать иудуга хасида и обнаруживает что писать комментий нельзя то он говорит но он имеет ввиду не писать делать амулеты говорит он имеет и страф ну вот эти народные всякие дела что если под кровать положить семейники петуха то как известно от этого является отличным противозачаточным средством кто-кто-кто если под кровать положить семейники петуха то это отличное противозачаточное средство я не из еврейского источника это беру только учтите я не помню что там у евреев противозачаточных средств потому что чаще я нахожу обратное все понимают почему евреи по субботам едят много чеснока не сырого господа только учите не сырого чеснока они его считали овощем а не приправой потому что он афродизиа на самом деле найдите какой-нибудь рецепт такого сорта курицу по-ирландски но учите для этого девушка нужна для того чтобы это есть не рекомендую без девушки такое кушать но дело в том что газета пишет именно правильно но я хочу заметить про простых людей я не могу не процитировать совершенно чудесную пассаж а а Значит, говорит следующее. Постановления Всевышнего прямые, веселят сердце. Главное в заповедях – это пробудить сердца и мысли, чтобы побудить человека, в сердце его, прилепиться к Всевышнему. Ему недостаточно было заниматься Галахой. Кстати, он довольно крупный, он ученый настоящий, потому что занятие Галахой – это только детали и частности, которые касаются обязанностей тела. Вот здесь довольно важный момент. Дело в том, что Раби Игудага Хасид, при том, что вроде бы он не должен толком знать еще Хобот Галвавод, он знал какие-то основы. И вот, например, Раби Элязар из Вормса регулярно цитирует Рабасадия Гаона, то есть он знает эту литературу. И он упоминает Хобот Гаеварин. У автора Убахи и Бенпакуда в Хобот Галвавод есть регулярно очень четкое проведение, есть обязанности членов тела, обязанности митцвод, которые обязывают руки, ноги, ноги идти в синагоги, рот говорить, руку давать, ну и так далее. А есть обязанности сердца. И он в предисловии книги, в своем предисловии, пишет, что он собирается рассказать про заповеди сердца. Что человек должен заповеди, касающиеся сердца? Ну, есть такие заповеди, там типа Рамбомовская, признавать единство Всевышнего. Ну, а ежели вы хотите по Борчокниге заповедей, то, например, обязанности сердца – это прилепиться к нему, прилепляясь, прилепиться к Всевышнему. Это обязанности сердца. Но он говорит, что халаха – это обязанности тела. А цель изучения Торы – это обязанности сердец. И вот теперь я читаю. И не то, что я мудрец из моем поколении, ибо я ничтожен в добрых делах и в Торе. Ну, это стандартная роспись, что есть в моем поколении мудрецы в Торе и в разных мудрости, и в деяниях побольше меня. Но из-за множества мудрости и пильпуль. Пильпуль – это разглагольствование вообще-то. Пильпуль – это метод изучения. У меня нет слов. Это схоластика такая в самом тяжелом варианте, как и только бывает. В Талмуде, мудрости которых нет, они занимаются обязанностями тела и оставляют в изучении Торы обязанность сердец. И нужно заниматься в законах возлюбить Господя, и в законах праведности, и в законах страха. По этому поводу Ибнезра, цитирую, цифр Гахаим. Куча народу думает, что главное – это действия, и ошибаются. Ибо главное – это сердце. Это главное и корень всех заповедей – возлюбить Всевышнего всем сердцем. И далее не могу не процитировать. Некоторые комментируют, что все, что человек делает во славу Всевышнего, даже если во славу Всевышнего перевозят камни с места на место, есть у него добрая награда за труды его. И я так не думаю, потому что мы находим службу Всевышнему только для тех, кто занимается Торой и службой, а не тот, кто перевозит камни. Замечу, это не период Бешта, это брат Ливы Бецалеля из Праги, брат пражского Рэда. А это про службу Всевышнего перевозят камни, вообще-то это ерунда Хасид. Значит, вот эта ситуация, вот этот акцент, который он ставит, это некоторый очень важный признак Хасидеяшкинас. И дело в том, что в ученых кругах, конечно же, обычно говорят про Тарадха Кавод. Давайте я ее отложу на следующий раз, Тарадха Кавод, потому что это интересно просто именно в сопоставлении с Бештовским хасидизмом Тарадха Кавод. Но вот эта народность, которая проявляется в том, что ученый народ с этим борется регулярно, особенно в XIX веке, кстати. Но вот, например, у рабыну Йогудыга Хасида есть весьма подробно расписанные законы просто Галаха. А его чувак. И вот это то, чем отличаются Хасидеяшкинас от Хасидеяшкинас от Хасидеяшкинас. Отличаются очень сильно могут. И надо сказать, что как раз Хасидеяшкинас – они пленники своего времени. У них было правило о том, что если кто-то нарушил какую-то запрету, сделал чувака, то ему следует испытать заплатить за это. Заплатить не деньгами, а заплатить страданиями. Надо сказать, что в дальнейшем развитии это получает совершенно феноменальные формы, принимает. Типа человек, который нарушил то-то и то-то, должен пойти в лес и сидеть голым задом на муравейник. Но, скажем, в книге Иуды Хасида, человек, который только помыслил о измене веры и крещении, всю жизнь спал без подушки выискупления своего греха. То есть у них были там достаточно много постов выискупления греха. У них были некоторые самые сезания. Правда, бичевания я там не нашел. Вот флагеландского такого христианского движения у них не было. Но, кстати, флагеланды – это не столько Германия, сколько Франция. Это не в том регионе принято. Ну, Франция и Испания. В этом регионе это не очень было принято. Но, тем не менее, вот такая вещь была. Но давайте вы согласитесь, что для простого народа это соответствует не столько мудрецам вот такое искупление. Потому что мудрецы-то как раз чува воспринимают как рамбом. Дать за рог больше так и не делать. И ежели ты с этим столкнулся и прошел мимо, то твоя чува полная и не повторил грех. По рамбам чува. Я расстался, дал за рог больше так и не делал. Если был причинен ухер, понятно, его надо загладить. Но самые истязания – это не путь. Хабота была вот против этого пути, кстати, вот чтобы было понятно. Вот Восток против этого пути. Весь Восток. Против этого, ну, мудрецы Востока. Бах ибн Пакуда говорит, что это вообще херот знает что. Ну, и так далее, и так далее. Но то, что простой народ даже в наше время очень страдает, что нельзя за грехи их выпороть, и тогда у них будет полное прощение, я с этим сталкивался именно у восточных людей, кстати. И вот эта схема искупления грехов опять, вот какая-то удивительная комбинация народного и высокого. Да, ну и, конечно же, возить камни. У раби Игудыха Хасиды есть чудесная история про то, как раби Буны, извините, тут правильно говорить, потому что речь идет не про раби, а про человека, который… Он могильщик по профессии. И как-то он рассказывает, что он шел мимо кладбища и обнаружил там человека, сидящего в… Это потрясно просто читать, а на голове его корона из цветов, который называется на лошон ашкинаццфило, а на лошон ханаанском языке он называется бинок. Вот. Значит, ну, понятно, иврит, зер-прахим вообще, ну, вообще правильно, зер, но вы в современном зер – это букет цветов, а не венок цветов. Хотя зер, конечно же, венок – исходное значение. И я спросил, что ты тут делаешь? Ты же умер. Говорит, да, но меня… Я там спустился посмотреть. Сказал, и как тебе в том мире? Сказал, замечательно совершенно. И какая у тебя заслуга, что… Вот дальше пассаж, ибо ты был человеком Адам Коль Духу Адмаот. Тем еще человеком весьма и весьма. Вот этот вот оригинальный пассаж, он просто замечательный. Сказал ему, так как я говорил, благословение красивым голосом в синагогах, в награду за это мы меня привели в райский сад, и меня тут уважают. И показал ему руку, где он упомянул, что там мне порвали саван, когда одевали, это неважно. И я спросил его, что у тебя на голове, и ответил, это цветы из райского сада, которые я получил, которые я положил себе на голову, чтобы мне не повредил дурной запах этого мира. Чтобы бороться с дурным запахом этого мира. И еще раз. Обратите внимание еще раз. Вот эта история, опять вот, Яудага Хасим, история райский сад за… От человека, который был тем еще человеком, весьма тем еще человеком, вот это потрясающе, весьма тем еще типом, но он заслужил райский сад за то, что он красивым голосом произносил благословение. Вот это про народность. Вот без вот этого понимания, с чем мы сталкиваемся, я боюсь, что просто хасидешки нас отонять невозможно. Кстати, я хочу заметить, что бешеновский хасидизм не такой. Вот там спуска к народности нет. Там по-другому, там другая тема, там совершенно другие идеи за этим стоят. А вот у хасидей Ашкинас, у раби Игудыга Хасида, точнее, хасидей Ашкинас, еще раз, хасидей Ашкинас – это слово, которое придумано было в XIX веке по аналогии к хасидей Бешт. В те времена так это не называлось. Но вот это то, чем это характерно. Более те вещи, которые связаны с их мыслью, их кабалой, у них отдельная система кабалы, более древняя, чем то, что потом пойдет со стороны Испании, Франции и Западной Германии, а я имею в виду кабалу Зогара. У них не кабала Зогара, у них кабала Сайбер Габагир, Сайбер Ецера. Они вот там находятся, вот в другой немножко кабале. Но об этом в следующий раз, потому что время как бы подходит к концу. Мне хочется просто сегодня, я просто прочел и восхитился книга «Авот де Рабинатан». Ну, я много раз ее упоминал здесь, и все уже, наверное, заметили, что у меня слабость к этой книге. Я просто цитирую из нее. «Трое обещают и делают, и трое обещают и не делают. Вот кто обещает и делает. Юность, богатство и летний день». И что третье? И вот хама. И летний день. Вот кто обещает и не делает. Старость, бедность и дождливый сезон. По-моему, здорово. По-моему, здорово. И делает, что совершенно не происходит? То, что обещает, не выполняет. Смотрите, да. Не выполняют обещанное. Старость, юность обещает и делает. Богатство обещает и делает. Богатство, не богач, не путайте. Они, там, тонкость. Старость что-то обещает, но и бедность. Ну и так далее. Вот. По-моему, просто здорово. Потрясающе. Да. Если есть какие-то короткие вопросы, вопросы с короткими ответами, извините еще раз. Отвечать да или нет? Дамы и господа, вопросы могут быть любые. Мейер будет отвечать да или нет? Да. Отлично. Вот, Мейер, вы там упомянули, о нем успел посетить имена. Что вы имеете в виду? Имена, но которые имеют в виду имена всяких ангелов. И как, как говорится, имеется в виду? Где это упомянуть? Имена ангелов? Не, ну вы говорите, что... Имена ангелов, имена ангелов, имена князей, которые могут быть разного типа. Это могут быть имена всевышнего, регулярно именами называются. Вот, ну, если вы видели какую-нибудь коллекцию камей, то вы обнаружите там регулярный набор каких-то букв. Чаще всего набор этих букв – это первые буквы какого-нибудь стиха из Танаха. Чаще всего набор букв, если это не характерный знакомый набор, какая-то комбинация из букв имени Всевышнего, то чаще всего это либо имена ангелов, как в книге Ангела Резиэля, либо это имена, просто аббревиатуры стихов Танаха. Спасибо. Окей, господа, короткие вопросы, пожалуйста. У меня два вопроса, наверное, с длинными ответами, поэтому, возможно, на следующий раз. Первый – это о влиянии, которое это движение оказало на последующие поколения. И второй – в чем все-таки разница с хасидами Бешта по отношению к простым людям? Последнее требует просто рассказать о проекте Бешта. Да, на следующий раз. То, что делает Бешт, вот то, что делает Игудак Хасид, это не проект. Вот есть большая разница, я хочу оговориться. Куча народу просто не замечает. Тот, кто замечает, это хабадники, это знают, правильно? Вы учите, я не хабадник, но хабадники эту толкость понимают хорошо. Что то, что делает Бешт – это проект по реализации некоторого замысла. У Раби Игудак Хасиды нет проекта. Он так живет. Он считает, что так правильно жить. И это совершенно другая история. Я понимаю, что я сложную вещь говорю в данном случае. Но это отличие. Хасиды Ашкинас от Хасиды Бешт отличаются именно этим. Одни реализуют некоторый проект, а Хасиды Ашкинас просто так живут. Это очень большая разница. Хорошо, не иди туда. Не иди туда. Оставь это как... Оставлю на другие разы просто. Это очень длинная тема. Окей. У меня у самого есть некоторый вопрос. Но я хочу еще сказать, у кого-то еще есть что-то? Так, тогда я врываюсь. Послушай, тоже, если можно, ответить да или нет. Вот когда ты говоришь, что эти спускались на род другие, а те не спускались на род. У меня такой вопрос. Я надеюсь, что он как бы не провокативный и вообще как бы не пахнет грубостью. Вот когда ты говоришь, что спускались на род. И вообще вот как бы... Я не хочу говорить слово суеверие. Оно как бы неправильное. Все-таки это совершенно по-другому. Оно правильное. Но Сабаба, тогда суеверие. Все, что ты рассказывал, это комплекс. Насколько, а вот сейчас вопрос, насколько это связано-заимствовано, уж по, от окружающих народов? Я в прошлый раз говорил эту фразу, я готов повторить, что нижний инфернальный мир у народов, у евреев и окружающих их народов, в принципе, совпадает. То есть можно перекрутить и так сказать, что это галутное, это галутный торбут. В лесу лезшие, правильно? Да. Скажите, у евреев они там живут? Конечно. Это ответ. Кто на кого повлиял? Никто не на кого повлиял, мы живем в одной реальности. Я понимаю. Мы живем в одной реальности. Что значит повлиял? Можно отследить, скажем, слово лантух упоминается, оно при том, что у него рожа-то вполне славянская у этого слова. Но при этом это слово есть у тасопод, то есть она идет туда-куда-то, на запад, а это из запада что-то идет. Но тем не менее, так как я это слово обнаружил, у белорусов есть, то это уже еврейское влияние на белорусов, потому что прийти оно должно с той стороны, от евреев туда. То есть это уже показатели на самом деле. Мы живем в одном мире, но и по этому поводу, по мне так очевидно, что ежели человек живет в мире, где есть черти, реально. И перед субботой обязательно на стол, на котором готовят пищу, надо положить нож с черной ручкой, чтобы черти не крали еду. Это Марокко, то, что я сейчас сказал. То поверьте мне, что у соседа-мусульманина лежит подобный нож и ровно с той же целью. Окей. Но хасидизм, вот теперь вопрос еще более, я не знаю, провокативный, но хасидизм, это чисто еврейское явление? Нет. Нет. То есть, что значит хасидизм? Но послушайте, давайте, в англиканской церкви есть методисты. Поздний хасидизм, который очень похож на методизм в некоторых пунктах, при том, что нет взаимного влияния, не может быть английского влияния на восточную Европу. Правда? Ну, я не верю в такую возможность. Но так как идеи витают в воздухе, вот большим том из Парижа, из Лондона, извините, я оговорился, большим том из Лондона, современник Калисто. Да, и вот этой вот публике, они же современники. И большим из Лондона приезжал в Париж и устраивал сеансы очень похожие, и там сохранились записи, французские записи о его деянии. Просто такое время. Кто хочет посмотреть, Большинтов из Лондона, это тот, кто изображен на портретах раби Исраэля Большинтова. Это разные люди. Но принята в книжках, когда вы видите этот портрет в халате, так это не раби Исраэля, а раби Яков из Лондона. Совершенно другая личность. Портрет найден. Сегодня маслом. Найден сам портрет уже в Англии. Но просто времена, потому что одновременно вы обнаруживаете подобные вещи, они как бы вроде бы не может быть прямого влияния из Англии в Восточную Европу. Так не бывает. Тем не менее мы видим синхронность событий. У раби Аарона Маркуса есть идея, которую до Вернадского, идею типа ноосферы, он по-другому это называет, а называет это синхронность времени. И он демонстрирует появление подобных идей у иранского еврея Равина и у Мошетако, где связь, вы сами понимаете, какая. Амошетако – это тусофисты, 13 век, да? У них одновременно они пишут. Одновременно новую мысль. Он говорит, что это дух времени он это называет. Когда вы говорите о духе времени, о том, что разлито в воздухе, то можно ли говорить о влияниях? Ну, про никновение, наверное, тогда не влияние. У Пушкина есть чудесный оборот силы вещей. А как? Сила вещей. А, окей. Мне он очень нравится. Ну, вот в русском языке, наверное, лучше. Есть такое явление. Кто на кого повлиял? Вы знаете, вот очень приятно читать статьи про эллинизм. Кто на кого повлиял? Эллинизм, вы учтите, это ближневосточные вот эти всевозможные представления о мире, связанные с соединением греческой культуры и местной культуры. В результате рождается нечто новое. И когда начинают говорить, кто на кого повлиял, то это такое удовольствие доставляет. Кто на кого повлиял? Что-то там соединилось. Как соединилось? Да кто его знает, как оно соединяется? Ведь когда человек слышит новую идею, он же ее пытается вставить в свой мир. И если получается, то можно ли говорить о влиянии? Он же в родной мир ее вставил, и она там, естественно, сидит. У него эта идея. Я не считаю, что это влияние. То есть это влияние, конечно, но вы понимаете, первоначальная идея преломилась таким образом, что ей... Но вот, как я в таких случаях говорю, иногда, что эта идея сделана такой дьюр, что от нее исходно рожек и ножек не остались. Ей обрезание сделали по самые лучшие этой миссии. Ну вот где-то вот так. Окей. Ну хорошо, господа и дамы, мы тогда на этом как бы закончим, правильно? И отпустим Мейера? Мне кажется, было потрясно. Ладно, тогда до следующего... Да, Мейера, очень интересная лекция, спасибо. Мейера, огромное спасибо. Спасибо. Окей. Тогда до после УЦОМа. Встретимся в более лучшие времена. Да. Да, то, что у меня морда такая небритая, это потому, что у нас, знаете ли, не принято бриться. Бенгамо-царин. Ну да, мы так и поняли. То есть это не потому, что под кроватью что-то такое специально... Нет, не потому, что я столь принятежительно отнесся к вам, что не побрил морду и не учусь на публику. Тоф, сурот-то вот. Сумкаль, счастливо, пока. Всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.